Меня зовут Андрей, я практикующий психолог. Вот, сегодня со мной Анастасия, моя подруга, и Оксана, это коллега. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Анастасия, всех приветствую. Мне 29 лет. У меня есть небольшой опыт работы с психологами. В качестве клиента. Последний год я работала с Андреем, как с консультирующим психологом. И сегодня я бы хотела принять участие в конференции и поделиться своим видением по теме сегодняшней дискуссии. Оксана? Добрый день всем, меня зовут Оксана. Я еще учусь, я начинающий психолог. И с Андреем я познакомилась совсем недавно через мою преподавательницу, которая мне его посоветовала для общения, для профессионального общения. И сегодня я тоже хотела бы поговорить на тему упущенных возможностей и потерянного времени, так как это такой синдром, который многие люди поднимают, и очень интересно его было бы обсудить. Хорошо. Я думаю, что первая у нас Анастасия выскажет свои мысли по данному вопросу. Спасибо большое за предоставленное слово. Ну, на самом деле, эта тема меня волновала на протяжении, наверное, полугода. И в последние несколько месяцев очень часто думала о том, чего я не достигла в своей жизни, сколько событий я упустила и за эти там 20-23 года, и чего я лишила себя в свое время. Будь то кружок по рисованию, будь то кружок по художественной гимнастике или недостаточно хорошая учеба в школе, или вуз, который мне не совсем подходил по направлению. Собственно, я переживала из-за того, что... Я также переживала из-за того, что мне особо нечем гордиться. У меня нет каких-то крупных достижений в спорте в виде медалей, грамот, какой-то узнаваемости. И у меня, конечно, есть пласт каких-то положительных воспоминаний о детстве и о подростковом возрасте, но мне иногда казалось, что его недостаточно. Мне не казалось, что недостаточно вот этих вот воспоминаний. Мне казалось, и я думала, что их могло бы быть гораздо больше, чем есть сейчас. Ну и когда такие мысли меня посещали, я начинала себя жалеть, я начинала обижаться на саму себя за упущенное время, которое уже не вернуть. Я злилась, я критиковала, я ругала саму себя, потому что вот только в свои 29 лет я поняла, что мне было бы полезно, чем я могла бы заниматься. И какие бы результаты именно сейчас я имела бы, если бы раньше я там, грубо говоря, пошла бы на какой-то кружок, занялась бы каким-то спортом, больше читала, больше занималась, больше училась и так далее и тому подобное. Только недавно я поняла, и то я не могу сказать, что на 100%, то есть это не панацея, это лишь такие небольшие вещи, которые я делаю, которые помогают мне не зацикливаться на упущенных возможностях. Ну, во-первых, мой хороший друг Андрей как-то сказал мне одну вещь, которую я вспоминаю и по сей день. Он сказал, что каждый день и каждый час я упускаю новую возможность, о которой я даже не догадывалась. Поэтому угоревать о потерянном преимуществе не имеет особого смысла. Во-вторых, я сейчас стараюсь воплощать в жизнь те вещи, которые реально и возможно исполнить в настоящем. Ну, например, я жалела, что не ходила в кружок по рисованию, что не ходила в художественную школу и не занималась в ней 5 лет, значит, я нахожу курсы, на которых учат рисовать, рассказывают, как, допустим, нарисовать ту или иную картину, как нарисовать, к примеру, волны, туман в поле или еще что-то. Я учусь по видеоурокам, я учусь по статьям, я там спрашиваю на форумах. То есть я в реальной жизни не могу исполнить свою мечту. Разумеется, если я не занималась раньше с детства танцами или художественной гимнастикой, то у меня не будет такой пластики, какая есть у девочек, которые с детства этим занимаются. Тем не менее, мне ничто не мешает пойти, записаться на растяжку, записаться на танцы, записаться на хореографию для взрослых. И таким образом я приближу себя к тому видению, которое находится у меня в голове. Да, это не стопроцентное осуществление вот этой вот своей собственной фантазии, но тем не менее, я начну себя приближать и начну заниматься тем, что мне интересно. И каких-то результатов, каких-то достижений, пусть и небольших, пусть и небольших в сравнении с тем, кто этим занимался несколько лет, я могу добиться. В-третьих, я осознала, что сначала важно понять и ответить себе честно. Это действительно вот то, о чем я сейчас сожалею, то, о чем вы сейчас сожалеете. Это ваши искренние желания или это все-таки подсмотренные желания? Например, вы видите, как ваш знакомый, друг умеет боксировать, или вы видите, как ваша коллега умеет ездить верхом, как она там преодолевает препятствия на лошади, или ездит без седла. Ответьте себе сначала, вы действительно в детстве хотели этим заниматься, либо же вы просто увидели, как кто-то это делает хорошо, вы этому человеку позавидовали, и вы начали ругать себя и критиковать себя за то, что вы этого не умеете делать, или вы на этот кружок, на эту секцию не записались когда-то в детстве. Ну и последнее, что немаловажно, я поняла, что в мире есть масса увлечений и дел, которые заслуживают моего внимания и которые могут меня затянуть. Это может быть, например, байдарки, походы, это может быть игра на гитаре, это может быть путешествия, еще что-то. То, чем можно будет заниматься с интересом, то, что я еще не пробовала, и то, что может меня полностью увлечь. Я начала визуализировать свой досуг, я начала представлять, чем я хотела бы заниматься на выходных, чем я хотела бы заниматься в отпуск. Я иногда рисую, изображаю на листке то, что мне интересно делать, например, прогулка, например, там, выгул собаки. И я поняла, что я в будущем хотела бы завести собаку и хотела бы с ней гулять. Я в будущем хотела бы, например, пойти и поплавать, научиться плавать на байдарке. Благо у нас рядом с домом есть такая возможность. Визуализируйте, представляйте это, а потом поэтапно реализовывайте свои планы. И пусть ваши мысли, всякий раз, когда ваши мысли начинают крутиться вокруг того, чего вы не сделали, чего вы не успели сделать, чего вы не попробовали, пусть они смещаются в сторону того, что вы еще можете сделать и что вы еще можете попробовать. Ведь в мире есть масса разных интересов, хобби, которые просто, наверное, невозможно охватить за всю жизнь. И их, вот они вас ждут. Они ждут того, чтобы вы к ним пришли и начали это пробовать и этим заниматься. И, возможно, этим жить и работать. Благодарю тебя, Аксан. Аксан, давай тебе слово. Эта тема близка, как никакая другая. Упущенные возможности и потерянное время. Я начала изучать психологию в качестве второго высшего, когда была на пятом курсе получения первого образования иностранной языки. Но так получилось, что я вышла замуж, уехала в другую страну, и я не могла продолжить изучение психологии. Потом так жизнь завертелась, начались какие-то события. В итоге я заболела. И моя болезнь просто лишила меня возможности учиться. В то время не было таких онлайн-университетов, курсов, и просто я ничего не могла делать. Моё состояние не позволяло мне ходить в университеты. То есть я была слабой. И потом последовала вторая эмиграция на фоне моей болезни и прикованности к гемодиализному аппарату. Я была на гемодиализе, так как у меня резко отказали почки во время моей первой эмиграции. То есть это всё... И я всё время сожалела, когда я лежала пять часов под аппаратом в клинике. Как же уходит время? Как оно протекает? Все живут своей жизнью, а я ничего не делаю. Ну, я его использовала. Брала книги. Брала свой лэк-топ. Но как-то ничего такого особенно интересного не было, кроме книг. Образование я не могла получать. Вот. И это время было тяжким таким для меня. Ну, со временем увеличилось онлайн-образование предлагаемое. И я начала получать образование дистанционно, психологическое. И вот сейчас моя жизнь как-то стала лучше. Хотя вокруг меня ничего не изменилось, да, но я себя чувствую лучше. и полезно, и ценно. И я чувствую, что моя жизнь проходит не зря. Я сама себе нравлюсь. И чувствую, что могу быть полезной кому-то другому. И как я пришла к такому выводу? Я не на гемодиализе уже. У меня была несколько лет назад операция. я живу уже свободно. Но это не самое главное, потому что прошло еще много лет до того, как я начала получать дистанционное образование. Я поняла, что фрустрация и страдания дают рост. И я очень благодарна всем событиям моей жизни в прошлом. потому что вот опять-таки только когда все плохо, и когда человек страдает, ну по-разному, разные могут быть причины для страданий, тогда он понимает, что он недоволен, и ему нужно чего-то добиваться. Когда все хорошо, то чаще всего наступает стагнация. И вот когда вот это недовольство возрастает и фрустрация, тогда человек понимает, нет, я хочу чего-то. Вот я прям хочу. Вот я же это чувство использую для себя так, давай определим, чего ты хочешь. И я каждый день просто начала отмечать какие-то возможности для того, чего я могу добиться. Я поняла, что каждый день это возможность. То есть я составляю план на каждый день, на месяц, на год. Если я определяю ценности каждого плана, опираясь на свои эмоции. Если у меня есть отклик, так, мне это нравится, я хочу, я оставляю. Если это мне не нравится, я дорабатываю цель. второе, что я делаю, я не сравниваю себя с другими. То есть я могу начать думать, что я потеряла время, мне не удалось чего-то достичь, другие успешнее, другие меня оценивают все время. Такие установки не дают возможности для роста. То есть это неконструктивные мысли. Третье, я всегда понимаю, что выбор за мной. У меня есть здесь и сейчас, и я могу использовать все возможности, которые для меня предоставлены. И я еще понимаю, что я даю себе, дала себе время подумать, да, а если бы я действовала по-другому, приняла другое решение о прошлом, вот я сожалею о чем-то, да, и думаю, вот я бы приняла это решение, у меня сейчас это было бы. А не была бы ли я еще более недовольной и несчастной, если бы я получила то, чего я так желаю, там, сожалею, что я это упустила. И опять возвращаюсь к тому, что раздумья о прошлом неконструктивные. У тебя есть сегодняшний день, сегодняшние возможности. спасибо большое. Вообще вот тебя слышу, Оксана, и прям думаю, что где-то тут Франко пробегал мимо. Кто? Вот. И Роула Мэй тоже. А, да. Вот. Прямо эти два человека, влияние этих двух людей, они достаточно сильно чувствуются. на твое мировоззрение. Ну, по крайней мере, Франко точно. Вот. Роула Мэй он менее известный, конечно. Спасибо большое за, так сказать, позицию. Она очень классная. Вот. И свою точку зрения на обсуждаемую тему изложит через два понятия, которые образуют, собственно говоря, этот такой тугой узел проблем. Первое это отрицание своих возможностей, а второе это зависть. А, собственно, именно из этих двух моментов образовывается то, что человеком принято называть насчет, ну, вот этим вот, чувством упущенных возможностей. про застревание, зацикливание на этом я говорить не буду, потому что это сугубо индивидуально, кто-то застревает, кто-то нет. Вот. Значит, что такое отрицание своих возможностей? Ну, по сути, это влияние родительского состояния, если говорить языком транзактного анализа, это влияние догм, это влияние правил, это влияние социальной среды, это зачастую влияние чувства вины, то есть требования к себе, это зачастую влияние обесценивания, но по большому счету отрицание собственных возможностей сводится к закрыванию глаз на то, что я могу здесь и сейчас, по разным причинам субъективным. Кто-то это делает из страха успеха, кто-то это делает по другим массивам, например, боясь конкуренции, боясь того, что из-за этого его перестанут любить, не перестанут общаться, или наоборот, будут с ним только из-за успеха у людей много разных мотивов, да, вот, но отрицание своих возможностей здесь и сейчас, это в какой-то степени перекликается с тем, что сказала Оксана, как бы является главным, основополагающим фундаментом для образования и ощущения упущенных возможностей. Если человек не реализует все, что у него есть, сколько бы мало у него не было на текущий момент, если человек воспринимает меняющиеся возможности в контексте прошлого опыта, то возникает то, что очень хорошо описывало нас, говорят именно это. Дело в том, что в жизни человека, как и сам человек, постоянного ничего нет. И то, что мы можем, именно можем фактически сделать, варьируется и колебается колеблесом очень-очень сильно. но из-за того, что мы находимся в, скажем так, неизоляции, это не очень красивое слово, но использовано не случайно, потому что мы находимся в социальной неизоляции, мы находимся среди социума, и социум выдвигает к нам ряд требований. Эти требования образовывают определенный запрос к тому, что мы должны мочь. Ну, например, этот запрос можно упрощенно сформулировать в виде требований родителя к ребенку справлять малую и большую нужду вовремя. Вот такая классическая история. и, соответственно, когда ребенок не делает этого, то возникает чуть ли не первое переживание по поводу того, что я могу или не могу. То есть я как бы не делаю этого вовремя, хотя родители этого хочут, и у меня возникает первое вот это вот ощущение, ну, в зависимости от различного от различного развития отношений между родителями и детьми происходит, соответственно, и вырабатывание вот этой вот тенденции к восприятию своих возможностей, в том числе и якобы упущенных. Вот. То есть важно понимать, что для самого человека по себе, для самого человека, упущенных возможностей вообще не существует, потому что все, что человек делает в своей реальности, другого быть не может, потому что этого нет. А упущенные возможности, то есть то, что человек не сделал, как правило, существует только для других людей, потому что другие люди всегда лучше знают, да, советчиков очень много и все всегда знают. теперь то, что касается зависти. Зависть чувство очень интересное. Зависть возникает не просто как производная от сравнения себя с другими людьми. Зависть возникает от сравнения себя с другими людьми, но только в том, что человек интерпретирует для себя как потенциально возможно. Зависть по поводу других вещей может возникать в том, что потенциально невозможно для человека, но это уже более специфичные случаи, мы их рассматривать здесь не будем. Что значит, что означает то, что мной было озвучено? Если человек завидует, например, высокому заработку другого, это означает, что человек где-то в глубине души верит в то, что он может зарабатывать столько заработка, не значит, что у человека есть способности, это не значит, что у человека есть все необходимые средства для заработка, но это значит, что человек верит, что он может это делать, либо рука хочет этого. Когда человек чего-то хочет, он создает для себя реальность. Когда еще хочу перерастает в могу, тогда как бы сэффективное реально становится объективным. Так вот, зависть возникает тогда, когда человек чего-то хочет, именно хочет, из того, что есть у другого человека, и верит в то, что он это может. Каким годным способом, пускай даже самым причудливым. Например, один из таких причудливых способов для меня, это когда Альфонс пытается поправить свое материальное состояние, вступая в отношения с обеспеченной женщиной. Или женщина пытается поправить свое материальное состояние, вступая в отношения с обеспеченным мужчиной. Несмотря на то, что это более реально для этих людей, и есть своего рода идеология, которая предполагает, что я должен выбрать себе хорошего, идеального партнера, для того, чтобы обеспечить себе будущее, старость, и всякое такое. Несмотря на то, что это вполне реально, несмотря на то, что люди этого хотят, это является крайне таким специфичным и обесценивающим по отношению к самому человеку действием, потому что здесь ответственность за субъект, за субъекта меняется другому. Но, тем не менее, подобные вещи, когда человек смотрит на другого и говорит «О, то, что у тебя есть, должно быть моим», и втирается в доверие к этому человеку, вступает в отношения, вот, это пример такого специфичного способа реализовать то, к чему как бы возникает зависть. Здесь понятно, что зависть возникает к большему благополучию и благосостоянию жизни. Вот. Как взаимодействовать с завистью? Ну, вообще говоря, я думаю, что на этот вопрос хорошо ответил и нас там в своем высказывании, когда говорила про то, что, сейчас точно не скажу, но что-то было про то, что нужно делать то, что ты можешь. Это было очень классно, потому что в зависть главное выделить то, чего хочу я непосредственно. я завидую потому, что у соседа дяди Пети есть автомобиль к примеру. Вот. Это довольно смешно. Мне бы казалось-то. Так вот, значит, я завидую. Важно выделить, чему именно я завидую. Потому что зачастую предмет зависти и объект зависти это не одно и то. Я поясню. предмет зависти это некое физическое тело. Или некий смысловой конструкт. Это предмет. Но объект зависти это непосредственно то, чего мы хотим. И зачастую объект зависти и предмет зависти соотносятся друг к другу как частно и цело. То есть объект зависти включен в предмет но является гораздо меньше чем предмет. То есть завидуя, что у дяди Петь есть автомобиль мы можем хотеть не сам автомобиль но то, что он этот автомобиль дает. и когда и если человек способен будет выделить то, что дает автомобиль это будет уже значительно легче реализовать. здесь к примеру автомобиль купить в странах Восточной Европы и Средней Азии может не каждый но получить то, что дает автомобиль доступно любому. Ладно только увидеть что-то свое и начать это как и сказала Настя реализовывать здесь и сейчас. И очень быстро человек убедится в том что автомобиль ему в общем-то и не нужен. Нет конечно есть случаи когда завет именно к автомобилю но это по большому счету гораздо реже чем чувство направлено на то что дает тот или иной предмет. Хорошо теперь я думаю что каждый может озвучить вопрос если они у него есть. Ну я хотела тебя поблагодарить за то что ты за твое мнение и на самом деле у меня действительно к тебе был вопрос но ты на него ответил у меня был вопрос и звучал он так может ли быть отрицание своих возможностей наоборот то есть как раз тогда когда человек верит в то что он может чего-то достигнуть может чего-то добиться он в эту дверь бьется но она все никак не хочет ему поддаваться допустим это может быть поступление в медицинский а знаний не хватает это может быть не знаю попытка поступить на юридический или на языковой факультет или вуз и тоже знаний не хватает это могут быть попытки рисовать но не хватает таланта и как бы сильно ты не старался но вот не твое это но ты на это ответил уже в том контексте в контексте зависти может быть если у меня что-то есть добавить я бы послушала потому что мне это интересно иной раз человек думает вот да вот я могу я же могу зарабатывать я же могу красиво петь я же могу стать известным певцом или певицей но на самом деле человек петь не умеет но не его это не получается мне было бы интересно отрицание своих возможностей может ли работать в обратную сторону и если да то как понять что ну вот Оксана она говорит что не имея возможности получать образование в определенный момент в своей жизни она начала просто изучать да она изучала что-то она читала что-то вот и мне кажется что это есть ответ на вопрос то есть зачастую человек вот он вот в чем разница между успехом да и так сказать интенциальным действием успех это социально обусловленная история всегда а интенциальное действие то есть действие наделенное личностным смыслом привет франкл оно очень субъективно всегда это субъективно это очень личное переживание вот и когда человек руководствуется первым то есть успехом ему важно не какой-то вот результат не какой-то эффект ему важен всегда комплекс у меня должна быть там к примеру обязательно вот такая квартира обязательно вот с таким ремонтом обязательно вот с таким количеством комнат обязательно вот с картиной Пикассо надеюсь ничего не буду на кухне там вот причем если картины Пикассо на кухне нет то все это трагедия и все уже больше ничего не нужно вот но если человек действует по так сказать ну по направлению смысла своего личностного который ему важен то очень сильно во-первых свяжается круг того что нужно делать и во-вторых убираются любые условия и как бы появляется собственно именно направленность на какой-то наверное процесс на какой-то более локальный более частный результат и в этом случае проблемы достижения чего-то или проблемы упущения чего-то ее не существует вот если я правильно понял твой образ насть я надеюсь на него ответ да 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 спасибо еще кто-то хочется сказать или спросить про тема я тоже подумала если человек хочет петь рисовать у него не получается но я видела мнение специалистов утверждающих что они могут научить петь любого и научить рисовать любого другое дело что удастся ли этому человеку добиться социального успеха о чем мы говорим да вот если цель такая а если цель получать удовольствие от того что ты научился петь и рисовать то это вполне достижимо оксант смотри 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 извини я перебью это если люди правы то говорят что можешь научить любого это правда любого можешь научить а другой момент есть ремесло есть искусство да да научить научить можно ремеслу да но если таланта нет говори если таланта нет то ты скорее всего не проявишь его уже а если он есть то тебе помогут это настолько все условно ведь социально успешными являются люди даже у которых нет особых талантов правильно а есть талантливые люди которые становятся знаменитыми через сто лет после своей смерти поэтому я бы не ориентировалась на достижения в социуме да вот как-то они понимая это нивелирует этот успех вот прямо сейчас в социуме и главным становится то чего я хочу да просто ремесло и искусство может доставлять удовольствие может а вопрос в том опять же какая направленность у человека если человек хочет ну как сказать хочет творить наверное неправильно бы сказать потому что в творчестве сперва идет потребность творить именно потребность а не желание вот поэтому тут наверное было бы неверно сказать но если человек как бы способен к творчеству и если творчество ищет выход и оно его находит в виде например пения или рисования то это одно тут скорее человек как бы человека особо никто не спрашивает то есть это как не знаю это как у поэтов которые вот хотят не хотят а пока не вот не напишут то что у них есть да пока там не выразят он не успокоится вот но другое дело когда другой момент другая сторона когда человек просто хочет что-то делать просто нравится что-то и все не обязательно делать это хорошо не обязательно там быть в этом лучшим и так далее вот и в таком случае человек может получать принципе удовольствие от ремесла тоже и я очень много видел работ музыкальных работ аудио визуальных работ которые можно было назвать хорошим произведением ремесла не искусством но ремесла и смотря и слушая эти работы я в какой-то момент времени представлял себе знаете как это называется съемочная группа и актерский состав вот я представлял себе этих людей и мне они виделись очень такими улыбающимися счастливыми довольными потому что что никто из них не является гением по типу режиссера допустим Титаника у меня сейчас из головы его фамилия вот и так далее то есть они не являются они обычные люди но они вот кайфуют от того что делают и мне кажется это такое вот равноценное абсолютно чудо которое ничем не уступает чуду гения вроде опять же вторых режиссера Титаника и первых двух по-моему Терминатора например ну у кого да у кого какие гении да вот вот так вот то есть я хочу сказать что гений это одно и человек который реализует свой талант он счастлив но также счастлив тот кто занимается ремеслом не являясь гением и не являясь каким-то вот выдающимся спецобъектом своей деятельности вот если человек слушает вот свой вектор свою направляющую такую вот интенцию и если человек реализует ее он в общем-то будет получать ровно такое же субъективное точка зрения наслаждение и удовольствие как и получал например Пушкин так сказать творя своих бессмертных произведений то есть в этом смысле я придерживаюсь мнения что все люди одинаково испытывают счастье одинаково испытывают наслаждение в плане того что нет людей которые испытывают более сильное наслаждение и которые испытывают более слабое ну понятно если мы только не говорим о подавленных чувствах да об этом все наверное скорее уже больше специфичный момент вот окей все хорошо хорошо получил веселье у нас с вами если вопросы если вопросов больше ни у кого нет то предлагаю в таком случае закончить потому что мы с вами уже достаточно много много достаточно поговорили да у меня вопросов нет просто я хочу добавить что я придержусь мнения что таланты можно развить человек который не поступает медицинский потому что он там чего-то не знает он может это не талант а просто нужно заниматься человек который не знает допустим французский язык и не может поступить на НИАС это то о чем говорила Настя да такие примеры этим нужно заниматься и ты поступишь и ты можешь тоже быть очень успешным социально если это цель ну я с одной стороны согласна с другой бывают просто люди у кого у которых есть склонность к чему-то тем же языкам то есть один с трудом с натяжечкой выучит французский даже если будет сидеть и сутками заучивать правила практиковать язык да возможно он может общаться относительно свободно с носителями но допуская при этом массу грамматических ошибок а другой человек свободно может общаться на пяти разных языках у меня были такие примеры причем на пяти языках которые вообще не связаны друг с другом допустим один китайский второй арабский третий какой-то суахили четвертый немецкий а пятый там тот же французский или еще или хинди то есть это языки которые абсолютно не похожи друг на друга просто у каждого свои способности кто-то с трудом решает задачку по математике для 11 класса кто-то в 6 классе уже высшую математику решает и все равно я думаю в таком случае люди находятся не в равных условиях и как бы ты не занимался ты можешь достигнуть какого-то успеха но это будет твой потолок в то время как другой более талантливый более способный человек может достигнуть результатов которые там на 2 на 3 на 4 головы выше чем у тебя ну наверное тут просто нужно перестать себя сравнивать с тем и смириться с тем что не все тебе подвластно не все результаты тебе подвластны и как правильно выразились понять для чего тебе это то есть ты просто хочешь выжать из себя максимум и понять да вот это мой потолок но это мой потолок это вот мой уровень я им горжусь либо же ты хочешь стать каким-то великим ученым если второе вряд ли у тебя это получится если конечно нет связи нет какого-то пиар-менеджера который может к примеру используя труды других людей тебя раскрутить либо же ты просто хитрый наглый и сможешь присвоить тебе чьи-то знания чьи-то умения чьи-то заслуги да тут важно понять для чего тебе это если быть кем-то другим кем-то более талантливым более умным более способным то увы другим человеком стать не получится в контексте сегодняшней темы упущенных возможностей потерянного времени Настя ты по-моему самое главное отметила главное понять что ты можешь что тебе нравится чтобы не терять это время и возможности если можно я хотела бы сказать немножко про таланты и способности способности действительно можно развить у каждого навык можно recre books способности есть не у всех талант это врожденных который создать что-то новое считает что создать что-то может именно талант человек делает Делать что-то хорошо, быть профессионалом, может тот, у кого есть способность, и делать что-то среднее, может делать кто угодно, поэтому научить языкам, врачебному делу, чему угодно, можно любого человека, это правда. Ну, если есть способность к обучению, а вот, не указывать, это есть, но такой человек будет делать на очень среднем уровне, если у человека есть способности, он будет делать на высоком уровне, он будет делать это высококлассно, но не принесет ничего нового, новое принесет только тот, у кого есть талант. Талант это врожденная история, и у человека либо он есть, либо его нет, но у всех есть талант к чему-то. Тот момент в том, что на протяжении жизни, человек может не найти свой талант. Талантливы все. Талантливы все люди. Это позиция спорная, ээээ, но это, точь, ээээ, это та точка зрения, которой я предерживаю, всё талантливы и все люди. В чем-то талантливы. Просто наш, ээээ, наши таланты не найдены. И вот этот момент, момент ненайденности наших талантов, он, конечно, остается актуальным. Вот кто-то из вас, по-моему, Оксана сказала, что… или Наси, ну, короче, кто-то из вас сказал, что мы у нас хотели быть великим ученым. Вот, хотеть быть великим ученым – это то же самое, что вы хотите написать книгу. То есть это необоснованная объективизация какого-то действия. Если я хочу написать книгу – окей, я ее не напишу. Если я хочу стать великим ученым – я не стану ведь. Потому что, чтобы написать книгу, нужно писать о чем-то. Ну, нужно хотеть это изложить. Если ты хочешь это изложить, ты не хочешь написать книгу. Одно исключает другое. Поэтому, я думаю, что, несмотря на то, что мы не знаем своих талантов, смотря на то, что мы можем их и не узнать за всю нашу жизнь, мы можем просто пробовать сделать разные вещи, которые нам хочется. И, кто знает, может быть, в середине жизни, а то и в конце жизни мы внезапно откроем себе какой-то талант. Вот мне очень нравится пример французского актера Луи Ди Фунеса, к которому известность пришла где-то в 42 или 43 или 44 года. Это тоже здорово. Человек внезапно открыл себе талант, что оказывается, он первоклассно играет, причем даже не первоклассно, а феноменально играет комик. Комическую роль. Вот. До этого он уже, наверное, сам об этом не знал. И... У каждого из нас может такое быть. А мысль не быть. Но это не обязательно. Менее ценным человек от этого не становится. Никто из нас. В любом случае. Давайте, ребят, на этом, наверное, с вами будем заканчивать. Вот. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо вам большое за то, что нашли время. Вот. Вы очень классные. Вы очень интересные ребята. Спасибо. Я надеюсь, что как-нибудь все повторим. Андрей, спасибо тебе большое, что пригласил принять участие в конференции. Мне было очень интересно. И мне было очень полезно узнать от вас с Оксаной ваше мнение и ваш взгляд на решение текущих вопросов. Вот. И я с удовольствием огромным приняла бы участие и в последующих аналогичных дискуссиях и обсуждениях. Я тоже благодарю Андрея за то, что предоставил мне возможность высказаться по предлагаемой теме. Настя, спасибо тоже тебе за то мнение. Все тогда. Удачи вам. Пока. Пока. их Bahn... Продолжение следует...